Брестская стоматологическая поликлиника – одно из самых крупных учреждений здравоохранения по району обслуживания в городе Надбугом. Если в минувшем году обеспокоенность вызывали очереди, то в нынешнем эта проблема решена путем ввода электронных очередей. Но это не значит, что у специалистов наблюдается нехватка работы. Поликлиника наша обслуживает население порядка 105 тысяч взрослого населения и около 5 тысяч детей дополнительно в возрасте от 15 до 18 лет, подростков, так скажем. Район обслуживания у нас довольно большой. Весь Заречный район за Муховцем по сути наш. Он развивается динамично, быстрыми темпами, постоянно прирастает, соответственно, нагрузка на нас достаточная. Без дела врачи не сидят. У нас порядка 70-75 тысяч на бюджетном приеме, на внебюджетном чуть меньше, хотя порядка 30-35 тысяч тоже будет. Ну, если посчитать и протезирование, и лечение, и удаление, хирургия, ну, в сумме больше 100 тысяч точно будет. Брестская стоматологическая поликлиника постоянно обновляется. Акцент сделан на удобстве пациентов. Сегодня в учреждении здравоохранения заменяются старые лифты. Но также продолжается и закупка нового оборудования для рабочих кабинетов. За 2023 год обновили стоматологическое оборудование. Приобрели, благодаря финансированию из местного бюджета, 4 новых стоматологических установки, что, конечно, позволит более качественно оказывать стоматологическую помощь нашему населению. В плане внедрения каких-то новых услуг, наверное, за прошлый год, за этот, что-то принципиально нового мы не внедряли. Больше делаем акцент на совершенствовании, на улучшении той помощи населению, которую осуществляем ежедневно. В декабре 2023 года в Беларуси вступило в силу постановление Министерства здравоохранения об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги, который предполагает пересчет цен на услуги как в государственных, так и в частных стоматологических клиниках. В поликлинике подчеркивают, что постановление ввело в заблуждение граждан, ведь регулирование цен не всегда значит их понижение. Позволю себе уточнить, постановление не о снижении цен было. Было постановление 109 о пересмотре тарифов на платные стоматологические услуги, где вводился, проще говоря, немножко другой механизм расчета платной услуги. То есть постановление, в котором сказано, что платные услуги должны уменьшиться. Нет, просто другой расчет. И далее, в 170-е постановление об установлении предельных тарифов, а также письмо Министерства здравоохранения, где-то в середине декабря, нам предписывает остаться на уровне цен, и не выше, так скажем, цен, которые были на 13 декабря 2023 года. Сегодня Брестская стоматологическая поликлиника оказывает услуги по терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Проводит зуботехнические работы и экспертизы временной нетрудоспособности. Чаще всего Брещане обращаются с проблемами, связанными с кариесом и его последствиями. Чаще всего это, конечно, кариес, его осложнение, потому что у нас профилактика не так развита, как хотелось бы. Необходимо чаще напоминать людям, что нужно чистить зубы, нужно ухаживать с собой, приходить на профилактику, на профилактические осмотры. Как часто приходить? Желательно. Желательно приходить раз в полгода, раз в год. Желательно делать чистку зубов, профессиональную. То есть ее делает сам стоматолог в кресле. Он покрывает зубы специальным в конце раствором, который уменьшает риск возникновения кариеса. В основном жалобы у пациентов, так как я врач-стоматолог-терапевт, это на разрушенность зубов, на дискомфорт во время приема пищи. Если это какая-то острая боль, то это может быть и припухлость лица, ночные боли, боли-переживание. И в любом случае эти пациенты приходят с какими-то жалобами, мы их устраняем, делаем так, чтобы пациентам было комфортно и удобно. Чтобы ваши зубы были красивыми и здоровыми, врачи рекомендуют соблюдать ряд простых правил по уходу за полостью рта. Кариес – одна из самых распространенных стоматологических проблем. И поэтому давайте сейчас попробуем разобраться, как мы можем заняться его профилактикой. Первое – это чистка зубов. Она должна занимать как минимум 3 минуты утром и вечером. С видеометодикой чистки зубов можно ознакомиться на сайте Брестской стомполиклиники. Второе – это дополнительные индивидуальные средства гиен, такие как зубная нить, международные ёршики и ирригатор. Третье – это правильное питание. Оно должно содержать как… Третье – это правильное питание. Оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Необходимо сократить количество перекусов и уменьшить употребление сладких продуктов питания. Не забывайте, что регулярное посещение стоматолога поможет вам избежать боли и серьезного лечения. И тогда ваша улыбка будет сиять. Василий Напускевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович. Новости Бреста.